Евангелие от Матфея Вызывают движение на автомобиле по городу Особенно в час пик, когда пробки движения затруднено И вы знаете, сейчас довольно много дорог в Екатеринбурге В частности, та дорога, по которой езжу домой Она сейчас, слава Господу, расширилась У нас сейчас к чемпионату мира все расширяют Там несколько полос появилось И по той дороге, что езжу Ну, как я думаю, по многим дорогам Сейчас в Екатеринбурге крайняя левая полоса Это, как правило, полоса, где все машины должны поворачивать строго налево Строго налево И обычно налево не так много машин Потому что всем нужно ехать прямо Где мы все живем Ехать прямо И налево очень мало машин стоит А прямо много машин стоит И вот ты стоишь на полосе Тебе нужно прямо И я очень часто наблюдаю Когда кто-то специально выезжает на левую полосу Проезжает по левой полосе Но вместо того, чтобы повернуть налево Он проезжает прямо И встраивается таким образом Объезжая всех Ну и когда А некоторые есть просто специалисты Есть такие просто машины Они только по левой полосе ездят И всех всегда объезжают И даже вот иногда бывает Он встает, он пробует встроиться Я, как человек праведный, его, конечно, не пускаю Вот Ну, потому что все должно быть по закону Моисееву Вот Налево так налево Вот И эти люди бывают там Потом за тобой проезжают И смотришь На следующем повороте Они все равно тебя объезжают По левой полосе И там кто-нибудь Куда-нибудь встраивается И когда это постоянно наблюдается Особенно Вот я понимаю, там утром Может быть у кого-то начальник злой Там кто-нибудь едет Простите меня, простите меня Начальник злой Я опаздываю Сейчас меня обругают Никак не могу Вот Но когда все едут домой Думаешь, ну вот Дома так Как бы ты торопишься Как будто ты там важный И тебе надо прям срочно домой У тебя там такие дела Ну а нам тут час лишний подождать Не страшно Вот И вот когда ты таких видишь людей То Невольно Эти люди У тебя вызывают некие эмоции Да? Вот Например Едешь и едешь И едешь и едешь И вдруг там кто-нибудь так вот сделал И у тебя И у тебя невольно Там что-нибудь такое Ах ты козел Бывает вот такое Я конечно понимаю Что вот когда я такое говорю Это никому не нравится в церкви Потому что кто-то говорит Ну Виктор, знаешь Я и покруче говорю слова Кто-то говорит Как можно пастыр церкви Со сцены Назвал человека козлом Как это так можно? Да он же пастыр церкви Чему он тут нас учит? На самом деле Называть людей козлами Не пастыр церкви вас учит А пастырь-пастырь Иисус Христос Господь наш Святой и праведный И мы должны давно понять Что слово козел Сейчас, когда ты, например Идешь по городу И слышишь козел Вряд ли ты будешь смотреть Где там рогатое животное Сегодня слово козел Относится далеко уже Не к животному миру Только Как вот, например В Псковском регионе В свое время Баран-производитель Знаете, как назывался? Баран-производитель В Псковской области Раньше Назывался Мудак Мудак, да? Но когда сегодня Мудак, мудак Ты же не думаешь Ой, бараны пошли Где-то тут Я, может быть, это Нет, ты понимаешь Что кто-то Кому-то не понравился И вот такое Вот такое возникло Вот Но, как говорится Ближе к Слову Божьему Матфей 25 глава И мы прочитаем Что же это за категория людей Которых наш Господь и Учитель Называет козлами Когда же придет Сын Человеческий Во славе своей И все святые Ангелы с ним Тогда Сядет на престоле Славы своей И соберутся перед ним Все народы И отделит Одних От других Вот же Прекрасное время будет Когда всех козлов От нас отделят Пока еще Мы вынуждены Жить все Вместе Поэтому Писание нас Призывает постоянно К терпению И вот Хорошо Продолжаем И отделит Одних От других Как пастырь Отделяет Овец От козлов И опоставит Овец По правую Свою сторону А козлов По левую Вот Это все Кто налево Поворачивает Это понятно Слово Божье Пророчески Видит На века Вперед Тогда Скажет Царь Тем Которые По правую Сторону Его Приидите Благословенные Отца Моего Наследуйте Царство Уготованное Вам От Создания Мира Ибо Алкал я И вы Дали мне Есть Жаждал И вы Напоили Меня Был Странником И вы Приняли Меня Был Наг И вы Одели Меня Был Болен И вы Посетили Меня В темнице Был И вы Пришли Ко Мне Тогда Праведники Скажут Ему В ответ Господи Когда мы Видели Тебя Алчущим И накормили Или Жаждущим И напоили Когда мы Видели Тебя Странником И приняли Или Нагим И одели Когда мы Видели Тебя Больным Или В темнице Допоили Меня Был Странником И не Приняли Мне И вот В этом Месте Писания Иисус Говорит Что Можно Человечество Поделить На Категории Козлов И Категории Овец Или Агнцев Агнцев И Я Не думаю Что Кто-то Вот в этом Зале Сегодня Утром Например Когда вы Готовились На собрание Ехать И стояли Перед Зеркалом Причёсывались И вдруг У вас Возник Вопрос И вы Задали Его Сам Себе А не Козёл Ли Я Кто Вообще В последнее Время Серьёзно Задумывался Из вас Не Является Ли Он Козлом Удивительно Что Здесь Есть Пару Рук Значит Не Всё Так Потеряно Да У Большинства Таких Вопросов Я Так Понимаю Нет Потому Эти вопросы Они Как правило Бессмысленны Почему Да потому Что Поймите Слово Козёл Оно Очень Оценочное И очень Негативно Оценочное Правда Нам 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 Намного Легче Оценивать Себя Описание Нас Учит Что Мы Призваны Себя Оценивать Вникаете В себя Верили Вы Да То есть Мы Должны Себя Исследовать Писание К этому Нас Побуждает И вот Когда Мы Исследуем Очень Трудно Намного Проще Исследовать Другого Тут Чётко Видно Козёл Не Козёл Вот Очень Чётко Видно Да То есть Когда и кто-то проезжает по левой, чтобы всех объехать, да, я четко понимаю, кто козел. Но себя оценить, а я могу представить, что за некоторые мои действия на дороге тоже кто-то, сидя в машине, говорит подобные вещи или, по крайней мере, думает подобные вещи обо мне. Но вот понять о себе это тяжело, потому что мы, когда оцениваем себя, мы склонны более-менее видеть такие нейтральные качества, ну, какие-то особенности без оценки. Вот, например, есть люди больше разговорчивые, а есть люди больше молчаливые. Ну, не скажешь, молчаливые – это плохо или хорошо. Да нет, это не плохо, просто вот такой молчаливый человек. А разговорчивый – ну, это тоже вот особенность человека. И поэтому как-то вот оценить себя разговорчивый я или молчаливый не так сложно. Не так сложно. И тут, скорее всего, твое мнение о себе будет соответствовать с мнением окружающих. Ну, вот я люблю поговорить, ну, вот я вот такой. Ну что, ну, такой и такой. Это же особенно неплохо, да? Конечно, иногда болтовня ужасна, но, как правило, это нейтрально, да? А вот, например, оценить, инициативный ты или трутень намного сложнее, потому что здесь уже больше оценки. Вот кто хочет сказать, а я такой бизнес-инициативный, трутень-лентяй. Тут уже негатив. И понять, насколько ты инициативный или, наоборот, пассивный, намного сложнее, чем понять, разговорчивый ли ты или молчун. Ну, а когда идет речь о том, козел ли я, тут вообще сложно понять. В этом вопросе разобраться очень тяжело. Ну, посмотри на ближнего. Ты-то о нем все понимаешь. Но уверен ли ты, что он понимает это же самое сам о себе? Потому что даже если мы порой ведем себя как-то по-хамски, вот, например, пошел в кафе и обхамил официанта, поскольку ты не думаешь, едешь домой, какой я козел, как я, я же плохо себя повел. Нет, ты будешь себя оправдывать. Ты скажешь, конечно, я, возможно, несколько вспылил, но ведь этот официант сам все перепутал. Мы говорили одно, а он что-то не совсем то принес и не так быстро, как мы этого хотели, поэтому я не мог сдерживаться. И повел себя, как слишком эмоциональный человек. Разве не так? Понять о себе вот эту правду бывает нелегко, а другом-то вот намного проще. Поэтому я хотел бы сегодня вместе с вами разобрать три основные качества, или, скажем так, три основные стороны, которые характеризуют человека-козла, чтобы мы могли, может быть, что-то больше понять о себе. Итак, первое качество. Давайте откроем вместе с вами книгу, которую мы вообще редко открываем, но сегодня мы откроем, потому что тема непростая. это третье послание апостола Иоанна. Третье послание апостола Иоанна. И прочитаем здесь девятый стих. Я, пишет Иоанн, писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольство с тем, и сам не принимая братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. И первую сторону, сторону человека-козла, тяжело мне выговорить козла, все-таки сделает человек, терточка-козел, чтобы как-то в библейских рамках. Я назвал по имени первого героя диатреф. Диатреф. Кто такой диатреф? Диатреф – это просто человек, который считает себя намного более значительным, чем все окружающие. Интересно, что у Бориса Борисовича Гребенчакова есть даже песня, которая так и называется «Козлы», и там есть такие слова, «Знаешь, что ты воплощение вековечной мечты, весь мир – это декорация, и тут появляешься ты. Наше дыхание свято, мы движемся всех любя, но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя». И там припев «Козлы, козлы». Мои слова не особенно вежливы, но и не слишком злые. Мне просто печально, что вы могли бы быть люди, а мы… Вот такая песня. И вы знаете, вот ощущение себя чрезвычайно важным, неумение посмотреть на себя с иронией, когда ты, просто вот твое эго в центре всего, и доходит вот уже до того, что ситуация, о которой пишет апостол Иоанн, вот сегодня нам, христианам 21 века, тяжело понять, как так. Иоанн, он был не просто учеником Иисуса Христа, Иоанн был один из 12 апостолов. Но он был не просто одним из 12 апостолов, он был одним из трех апостолов, с которыми Иисус иногда удалялся, чтобы открыть им что-то большее, чем остальным. Но он был не просто даже одним из трех апостолов, он был одним из самых возлюбленных апостолов, самым возлюбленным апостолом Иисуса Христа. То есть, они дружили с Иисусом Христом, то есть, чисто душевно для Иисуса из всех его апостолов был ближе всего Иоанн. Иоанн, автор Евангелия, одного из четырех Евангелий. И ты знаешь, слава Богу, за Евангелие Иоанна, потому что в действительности взгляд, который мы видим в Евангелии Иоанна, он дополняет все три других Евангелия, которые более-менее схожи все, поэтому и называются синаптическими, да? Иоанна дополняющая, великое дополнение. Но он не только даже написал Евангелие, он написал три послания, да? Мы видим его откровение на острове Патмос, апокалипсис. То есть, огромное служение Иоанна, оно не просто оказало влияние в то время, но на все поколения христиан, в том числе, через свои послания, Иоанн влияет на нас с вами. И представить себе ситуацию, что какой-то диатреф. Вот вы, сколько бы вы не открывали какие-нибудь там библейские справочники, энциклопедии, вы ничего не узнаете там о диатрефе, кроме того, вот чем знаменит этот человек? Тем, что он не пускал апостола Иоанна. Это как вот Герострат, да? Чем известен Герострат? Разрушил храм Артемиды и Ефесской. Не построил там, не улучшил, не модернизировал, а разрушил. То есть, не было бы храма Артемида и Ефесской, одного из семи чудес света, никто бы не знал Герострата. Не было бы Иоанна, никто не знал бы диатрефа. Но этот человек настолько считал себя важным, да, мы ничего о нем сказать не можем, кроме того, что вот диатреф переводится питаемый Зевсом. А Зевс это самый главный бог был в греческой мифологии, да? И вот люди такие питаемые Зевсом, они такие важные, такие чопорные, они как бы считают, что основная задача созданного Господом мира, это удовлетворение их нужд и потребностей. Кто им это внушил, что их потребности выше потребности окружающих? Кто им внушил, что они главнее всех и что другие могут как-то так поприжаться, лишь бы у них было все, что им необходимо? Я не знаю, но вот внутри вот у этого человека козла есть чувство собственной важности. Вот я вот так вот еду, да, и я должен ехать первым, потому что я должен приехать домой раньше всех остальных, там, или на работу раньше всех остальных, поэтому я могу нарушать правила, потому что я как бы вне общих правил. Кто вы такие, чтобы для меня ставить общие правила? Такие люди, ведь они в церкви, когда слушают Слово Божье, всегда делают для себя исключение. Таких людей невозможно в чем-то обличить, потому что они намного лучше умеют себя оправдывать, чем все твои обличения. На любое твое там слово у них будет десять, почему они не виноваты. Потому что они такие важные, они такие особенные, они просто какие-то уникальные и намного более значимы, чем все окружающие. Вы знаете, драгоценные, одно дело, когда у человека есть достоинство, это очень важно, потому что мы дети Божьи и нельзя уничижать человека и уничижать в том числе самого себя. Библия учит люби ближнего, как самого себя, то есть любовь к самому себе, когда ты ценишь себя как Божье творение, Божье дитя, это нормально и правильно, но когда начинается уже перебор, и ты не просто ценишь себя, а ценишь себя так высоко, так высоко, что все должны ждать, все там не имеют права, а ты имеешь право. С какой стати ты так себя ведешь? Отсюда и идут вот эти многие-многие извращения, которые вот они в том числе и в церкви есть. как некоторые говорят, вот когда я прихожу с молодежью, общаемся, у нас какие-то есть встречи, общения, вопросы, ответы, я отвечаю на их вопросы, некоторые уделены говорят, пастор, ты можешь так вот просто прийти, а почему я не могу просто прийти, неужели я там, как некоторые говорят, если собрание меньше ста человек, я там не буду служить, то есть насколько ты себя высоко ставишь, я рад, я имею возможность служить на огромных конференциях, на огромных собраниях, на огромных богослужениях, где были тысячи людей, но при этом я не менее ценю встречи, где несколько человек, и мы можем просто общаться, почему? Да потому что я, если являюсь пастором, я должен быть слугой, так Иисус нас учил. В этом мире, конечно, князья, вельможи, да, Иисус об этом говорил, они такие чопорные, важные, но у вас да не будет так, потому что это черта козла, вот он должен переть, вот все туда, а он прет в другое место, он потому что особенный, он самый важный, он от всех отличается, ему закон никакой не писан, и крайняя степень вот этого высокомерия козлов, это, конечно же, царь Ирод из Деяния Апостолов, из книги Деяния Апостолов, который сидел уже на возвышенном месте, и до того уже он о себе был такого высокого мнения, что он такой особенный, что он такой вот ни на что не похож, и что вот он сидел, и люди должны были кричать ему на каждое его слово, это слова не человека, но Бога, не человека, но Бога, помните, когда ты уже, вот есть такие люди, это проблема часто служителей, некоторых пасторов, которых Бог часто использует, но они почему-то не понимают величие милости Божьей, начинают приписывать это на свой счет, и уже такие важные, уж прямо каждое их слово, это прямо что-то пророчество в веках, сколько глупостей, говорят современные проповедники, если бы они могли себя здраво оценивать, сколько ссор, сколько споров, сколько ужасных вещей, которые позорят тело Христа, потому что люди не могут себя, верующие, пасторы, проповедники, не могут себя здраво оценивать, я иногда бываю, смотрю на служителей и думаю, как велика милость Божья, Бог может взять таких обычных простых людей и так много им дать по своей великой милости, а люди же так часто себя не оценивают, они думают, это я, это мои заслуги, это я такой вот уникальный, я согласен, ты уникальный, но точно так же, как и все остальные, я согласен, ты особенный, точно так же, как все остальные, мы уникальны все, мы особенные все, а когда все такие, какие-то не поймешь, какие, а ты один такой, когда ты слушаешь песни про славление и про себя думаешь, а ведь все это в том числе и обо мне, я один такой, я один такой, нет подобного мне, ты думаешь вот так вот о себе, что ты в большой проблеме, в большой проблеме, потому что это черта человека-козла, ставить себя постоянно и везде, и дома, и на работе, и на дороге, и в магазине, выше всех других, всегда есть люди, которые лезут без очереди, всегда есть люди, которые там считают, что вот они имеют право, а попробуй что-то скажи, они тебя в ответ обхамят, скажешь, ой, Виктор, да, да, такую ты серьезную проблему поднимаешь, вы поймите, я знаю, что когда вот об этом говоришь, сразу ты кого-то вспоминаешь, но я не для того говорю, чтобы мы кого-то вспоминали, я для того говорю, чтобы ты подумал, а не такой ли я? А я не такой? Второе качество человека-козла. Откроем вторую книгу царств, пятнадцатую главу. И вот, прочитаем первые несколько стихов, с первого стиха начинаем. После сего Авесолом завел у себя колесницы и лошадей, и пятьдесят скороходов, и встал Авесолом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из какого колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесолом, вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя, говорил Авесолом. О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал, и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. Вот вторая черта, я назвал именем героя Ветхого Завета, это Авесолом. Интересно, что, знаете, как будто вот в насмешку Авесолом переводится как отец мира, хотя это, наверное, один из таких героев Библии, который никогда не был в мире и покое. Он постоянно был в суете. И главная его проблема была в том, что он был абсолютно убежден, что он лучше всех, он выше всех, он такой был там красавчик длинноволосый. И кому, как не ему, быть царем, там была только одна проблема. На троне царя сидел его отец, отец Давид. Вы знаете, всегда вот это одно качество истекает из другого качества. У Авесолома вот это вот качество, о котором мы говорили, первое, которое было у Диатрефа, это самомнение, что ты лучший и твои нужды самые особенные. Весь мир должен остановиться, чтобы у тебя было все нормально, чтобы тебе помогать. То второе качество, второе качество, когда человек-козел склонен общаться с окружающими людьми как с инструментами, которые необходимо использовать для собственной выгоды. То есть, понимаете, когда у тебя есть достоинство и ты ценишь свое достоинство, ты сын царя царей, ты дитя Божье, то ты при этом ценишь достоинство других людей и с уважением относишься к другим людям, понимая, что да, может быть, у тебя и нужда есть, но у другого тоже нужда. И вообще-то Писание учит нас, да, и многими из Библии, в частности, вот то, что мы читали в начале о козлах и овцах, да, в чем проявление агнцев. Агнцы служат Богу через то, что служат ближним. Нак, одел, болен или в темнице посетил, голоден, накормил. Человек-козел так не думает, он думает, мне нормально и все хорошо. Он не замечает, что вокруг тоже есть люди со своими сложностями, проблемами. Ему окружающие люди нужны только для достижения своих целей. То есть, вот вы понимаете, как вот, ну, говорят таким наукообразным языком, вот если ты оцениваешь себя как субъект, то ты всех оцениваешь как субъекты. Да, я дитя Божье, он дитя Божье, она дитя Божье, мы все дети Божьи. И когда ты, у тебя какие-то есть желания, ты думаешь, а насколько твое желание согласуется с его желанием, с ее желанием. А может быть, если ты будешь пополучать свое желание, ты того и того там может быть расстроишь, может быть, ты чью-то жизнь может быть разрушишь или чью-то труд разрушишь. То есть ты стараешься учитывать других людей, их мнение. У человека козла это полностью отсутствует. Для него другие люди, там их нужды, их вообще нет. Люди только чтобы помогать ему, чтобы воплощать в этой жизни его мечты и его цели. И таким был Авиасалом, который, причем вот эти люди-козлы, они же не обязательно какие-то, они могут быть такие утонченные, хитрость, в этом есть хитрость какая-то, когда Авиасалом приходил и строил из себя такого добряшку, милашку, такой, я добряшка, я такой, ой-ой-ой, встань скорее, встань скорее. То есть, понимаете, гордость человеческая, она не всегда проявляется в том, что человек открыто, вызывающе, нагло себя ведет. козел может вести себя и так, знаешь, как-то хитро, вроде бы и услужливо, как вот люди приходили, падали перед Авиасаломом, он говорит, ой, встань, встань, да ты что, ты, как ты так, нет, вставай скорее, расскажи, что у тебя случилось, у тебя какая-то проблема, рассказывай проблему, рассказывай, ты слушаешь, Господи, какая проблема у тебя великая, но ты знаешь, у пастора нет времени, они там такие занятые, им вообще не до тебя, а вот, если бы я был пастором или лидером, я бы уже занялся этим делом бы, ты бы вообще по-другому бы жил. Мы же понимаем, Авиасалому было плевать на нужды других, на проблемы других, он просто строил для себя авторитет, он просто собирал людей для того, чтобы использовать их для собственного продвижения на место царя. Вот, какое черта. Люди, это не субъекты, это объекты, которые я должен использовать, субъект, это только я, только для меня все должно быть, да, и из этого истекает вот эта вторая черта, и все вы должны быть инструментами для моих нужд, моих проблем, все должны решать, все должны делать, а что у вас, да мне не важно, мне не касается это, поэтому козел может спокойно объехать всех, возможно, там какая-нибудь в этой очереди стоит мама, у которой маленький ребенок дома, она, может быть, недавно сдала на права, она тихо едет, да, и на самом деле нужно быть побыстрее, но тебе наплевать, что она раньше выехала, ты будешь ее объезжать, ты вообще не думаешь о чужих нуждах, у тебя мысль в эту сторону вообще не работает, ты думаешь только о себе, вот это мне надо, вот это мне надо, ты об этом будешь говорить, ты это будешь добиваться, или прямо, или хитро, тут уже зависит от образования козла, козлы могут быть по-разному образованные, у них может быть разная там душевная организация, но принцип один и тот же, использовать других для самого себя, для своих целей, и для своих планов, пренебрегая их интересами, пренебрегая их желаниями, пренебрегая их планами и их целями, это ужасная черта, черта Авесолома. И третья черта, третья черта, давайте откроем первую книгу царств, двадцать пятую главу, и прочитаем со второго стиха. Был некто в Маоне, а имень, а имени его накормили, человек очень богатый, у него было три тысячи овец, тысяча коз, и был он при стрижке, овец своих накормили, имя человека того Навал, а имя жены его Авегея. Женщина весьма умная, красивая лицом, ужасно быть женой козла, бедные вы мои Авегеи. А он человек жестокий, злой нравом, он был из рода Халева. Когда такие проповеди говоришь, нас всегда опасаешься, думаешь, вот мы выкладываем в интернет, тут можно такие фразочки повырезать, да, и говорить, вот все, о чем тут проповедуется в новой жизни. Ладно. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам, взойдите на кормил, и поедите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец, вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, и тогда найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовые, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым, и сказал, кто такой Давид, кто такой сын Исеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ, от господ своих. И вот третья сторона, третья черта человека-козла соответствует имени третьего нашего героя Навал. Навал переводится как безумный. То есть, смотрите, козлы, люди с такими часто психопатическими чертами, потому что, я говорю, они, во-первых, эгоистичны, во-вторых, используют других, и в-третьих, они склонны к таким импульсивным поступкам, когда человек сначала что-то сделает, потом начинает думать. Вот, причем, заметьте, для него не существовало человека в нужде. Вот Давид и его армия в тот момент были в нужде. Но он не оценивает людей по их там потребностям, по тому, в чем они нуждаются. Он оценивает людей по тому, а какой у них статус. Если это какой-то Давид, да, кто такой, это сейчас Давид, величайший царь Израиля, да? Иисус сын Давидов мы называем. А ведь в то время, кто такой Давид? И вот он начал, знаешь, а кто такой Давид? Я ему помочь должен, а кто ты такой, чтобы я тебе помогал? И он начал прямо оскорблять, да? Оскорблять его. Кто такой? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Тут он прямо назвал Давида рабом. Вот ты раб, бегаешь от своего господина тут, беглец, и ты еще имеешь наглости. Тут что-то у меня просить. Да кто ты такой? Вот это вот у козлов. Да кто он такой? Да кто ты такой? Да кто ты такой? Проблема была у Навала в этот... И знаете, очень часто у таких людей, как мы говорим, проканывает. Люди предпочитают с ними не связываться. Вот с этим хамством, вот это высокомерие, использование людей приводит вот это к этому, к безумному, а Навалы переводятся безумный, да? Человек безрассудка. К безумному поведению, к этому импульсивному, психопатичному поведению. Когда могут выскочить из машины, там подбежать, начать что-то там орать. Тут, видите ли, царь ехал, ему кто-то не уступил. И в этот раз Навал навалил не на того. Не на того. Потому что, когда Давиду передали все это, Давид сказал, ну что? И только благодаря мудрой жене Авигеи, которая пошла навстречу Давида, когда Давид уже готов был разорвать Навала, она как-то смягчила сердце Давида, но все равно история кончилась печально. Навал в скором времени там скончался ужасно. Это люди, которые взбалмошные, недовольные, и поэтому может и хамски вести себя к окружающим, оценивая человека. Вот я вот так вот еду, а вот он так вот, вот у меня вот такая машина, а вот у него вот такая. Кто он такой, чтобы тут лезть? Вот это хамское отношение, импульсивное, психопатичное. И вот драгоценные, знаете, что же делать, чтобы не быть вот этим козлом из притчи нашего Господа Иисуса Христа? Прежде всего нужно для себя явно определить, а кто же такой человек-козел? И поэтому я специально сегодня показал вот эти три черты человека-козла на примере диатрефа, весолома и навала. Козлы – это люди, которые не ценят окружающих, люди, которые обращаются с людьми как с инструментами для манипуляции, или с дураками. То есть ты либо полезный, я могу тебя использовать, а если я тебя не могу использовать, значит, ты дурак просто, ненужный. Вот это высокомерие. То есть это вот козел, он ни с кем не будет вести себя как с равным. Быть козлом – это быть безумным, невежественным человеком. То есть не ведать ценность других людей, не ценить чужие планы, чужие мысли или выводы. Ты, может быть, с ними не согласен даже, но ты ценишь другого, потому что и он, вот этот субъект, и он – личность тоже. Ты – личность. У тебя есть достоинство, но у него тоже есть достоинство. Он тоже личность, и ты не можешь им пренебрегать. И тогда ты будешь ценить. Когда там, вот мы оказываемся в кафе, я же отлично понимаю, что вот эти ребята, у них же есть какие-то свои планы, и нельзя относиться вот к обслуживающему персоналу. Вот они должны меня обслуживать, им платят за это. И человек с унижением относится к молодым, к тем, кто не живут там по статусу или по какой-то социальной лестнице. Да, может быть, он не такой образованный, как ты, может быть, он не такой успешный, но разве это позволяет тебе не уважать человека, не ценить его? Да, может быть, он никогда не сможет иметь то, что имеешь ты, но и он достоин уважения. У него может быть не как у тебя там куча талантов, у него может быть один, но Бог и таких людей ценит, и такими людьми Бог дорожит. И у этого человека за спиной какая-то биография, какие-то сложности, какие-то трудности. Ты же ведь не знаешь, что стоит за этим. Почему у нас сразу, знаете, какое-то негативное впечатление обо всех, кто вокруг нас. Вот эта вот козлиная натура. Со всеми бодаться. Всех гонять. И в отличие от козлов, агнцы наоборот. Агнцы, как, наверное, воплощение, самые совершенные агнцы, это кто? Агнец Божий, Иисус Христос. Это внимательные к потребностям других людей, к интересам, которые беспокоятся о нуждах других. И когда возникает какой-то спор, агнец всегда готов допустить, что, возможно, это он не прав. А козел будет бодаться до последнего, до последней капли крови. И, конечно, драгоценное... Если вот мы представим себе два полиса. С одной стороны агнец, с другой стороны козел, то вот все мы, каждый из нас, сидящих в зале или смотрящих эту трансляцию, он вот где-то находится вот на этой линейке. Не бывает так, что стопроцентный козел там или стопроцентный агнец. Стопроцентный агнец – это Иисус. Но все мы движемся. Что такое духовное движение? Что такое развитие духовное? Что такое воспитание характера? А вот это движение, шаг за шагом, от козла к агнецу. Движение. И вот вы знаете, первый шаг, как перестать быть козлом. Если скажешь, Виктор, ты вот говоришь, я кое-что начинаю в себе замечать. Вы знаете, как только вы начинаете беспокоиться, а не козел ли вы, это первый шаг к тому, чтобы не быть козлом. Потому что козлы об этом не беспокоятся. Козел себя всегда оправдает. Но когда ты начинаешь задумываться об этом, это очень важно задумываться. И порой важно в окружающих видеть, стараться себя увидеть, свои какие-то черты. Не только хорошие черты. Вот. Я помню, мы как-то были с семьей, и мы столкнулись, вот один человек, он вот напрасно, очень бурно обиделся. И вот мы ехали домой, и я вдруг подумал, а не похожу ли я порой на этого человека? И мы ехали с семьей, и я стал спрашивать, нет, мы с тобой, Лиса, ехали, мы двоем. От семьи ехали. И я стал спрашивать и говорю, но я не спрашивал, а не козел ли я. Я спрашивал, а вот то, как вел себя этот человек, вот вы скажите мне только честно, я себя тоже, наверное, так иногда веду, просто не замечаю. И у нас был для меня очень важный разговор. Одни, конечно, меня все успокоили, что я так себя не веду, но какие-то уроки я вынес для себя. Поэтому это хороший вопрос, а не козел ли я. Это хороший вопрос, когда ты, например, смотришь, там кто-то ведет себя, ну явно по-козлиному, а вот думать, о-о, подожди, 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 а я себя так, тоже, возможно, иногда веду. Конечно, тут же возникает другая мысль, нет, ты никогда себя так не ведешь, потому что этот человек, он же просто как козел себя ведет, а у тебя есть причины. Ты так себя ведешь, но не просто потому, что ты козел, а потому что... И вот пошло оправдание уже. По уровню твоего воображения и оправдание приходит. Но вот это хорошо себя спрашивать. Как только тебя начинает как бы стыд терзать или неудобность за свое поведение, в этот самый момент постепенно с тебя вот эта козлиность уходит. Уходит. Потому что козел никогда не увидит себя со стороны. Козел всегда прав. Кто это такие люди, что они могут судить меня? Я особенный, считает козел. Как диатреф. Да мало ли, что там какой-то ион, не пускать его вообще. Вот до чего дошел. И знаете, что интересно, как это неудивительно, именно агнцы чаще всего и переживают, а не козлы ли они. Агнцы, наоборот, склонны волноваться, вот как было мое поведение. Козлу не чуждо там, что-то извиняться, что-то там краснеет. Нет, он всегда прав. Ну и, наверное, главное препятствие для человека разглядеть в себе черты козла, это неспособность козлов слушать. Важно уметь прислушиваться к окружающим. Важно уметь прислушиваться к критике. Я вам скажу честно, мне во многом помогло. Меня, ну, как человека, который публичный, много критикуют и критиковали много. Я всегда старался, даже если критика была ужасная, может быть, какое-то там зерно есть, что я могу в себе исправить. Да, человек меня не любит, он негативно настроен, но, может быть, какое-то зерно есть. Помните, Библия говорит, не давайте повода, ищущим повода. Часто люди говорят про нас много ерунды, но, может быть, в чем-то и мы им повод дали для этого. И вот уметь, как бы, посмотреть на себя со стороны, умение послушать других. Козел на это не способен. Козел не будет прислушиваться к другим, потому что он не считает их равными себе. Ведь он же уникальный и он особенный. Он не способен конструктивно воспринимать критику. Как можно серьезно слушать то, что о тебе глупцы тут говорят? Вот такая философия козла. Но чем больше ты стремишься быть агнцем, тем больше ты слушаешь о себе других, и в том числе, может быть, не совсем лицеприятные вещи о себе, не совсем хорошие вещи о себе. Но как ты можешь измениться, если не увидишь в себе вот то, что нужно менять? Как ты перестанешь обижаться, если не заметишь в себе вот эту хроническую обидчивость? Вот есть же люди, они хронические обидчивости, вот постоянно на всех обижаются. Есть вот люди, особенно, знаете, думаю, нам, мужчинам, особенно вот именно мужчинам, живущим в России. Вот я замечаю, очень часто вот черта мужчин после определенного возраста в России мы начинаем быть негативными и ворчливыми. Вот общаешься с людьми часто в возрасте, они все что-то ворчат, 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 недовольны, недовольны, недовольны. Я вот думаю, о, господи, мне уже тоже уже лет-то немало, да, не становлюсь ли я ворчливым козлом? Не становлюсь ли я? Мне тоже нет, конечно, Виктор, это просто твой справедливый гнев. Они так все плохо делают, ты точно правильно, а потом думаешь, не-не-не, подожди, подожди. Может быть, они не все правильно сделали, но не повел ли я себя с ними, как козел? Потому что то, что люди что-то не делают правильно или не делают хорошо, это не дает тебе права быть козлом, понимаете? Не дает. И в самом конце я хочу прочитать первое послание Тимофею, четвертую главу, шестнадцатый стих. Знаменитые слова апостола Павла. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя и перестанут люди думать о тебе, как о козле. Аминь. Вникай в себя и в учение. Интересные слова, адресованные, знаете, кому? Пастору церкви. Так поступая, ты и себя спасешь, и слушающих себя. Подожди, подожди. Пастор церкви себя спасет. А он всех сам спасает тут. А вот это вот очень важно. Чего бы ты не достиг, понять, что ты еще не совершенная, ты совершенствуешься. А совершенство – это движение. Поэтому Иисус назван путем. Путь – это движение. От козла к агнцу. От греха к святости. От тьмы к свету. Вот что такое христианский путь. И на этом мы пути все, независимо от чинов. Сегодня столько всяких в христианстве апостолов да епископов развелось. А смотришь на них, сразу вспоминается 25-я глава Евангелия от Матфея. Поэтому это ко всем нам адресовано. Ко всем нам. Не вникай в учение, чтобы всех еще уму-разуму учить, дорогой мой пастор Тимофей, дорогой мой лидер Ваня, апостол Толик, епископ Федя. А смотри, ты сам движешься в этом. Вот. Вникай в себя. Не находишь какого там козлиного блеяния в себе, в своей жизни? Не видишь ли в себе таких черт? Важно видеть, потому что только, когда ты начинаешь слышать, ты встаешь на путь движения к образу Агнца Божьего. А мы хотим быть как Агнец Божий. Иисус назван Агнцем, закланным за нас. И Иоанн сказал о нем, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Вот он был, вот этот совершенный, совершенный Агнец, который готов был переступить через все свои небесные привилегии, потому что он заботился о нашем с вами спасении. Черта Агнца. Черта Агнца. Вот когда ты вдруг начинаешь видеть нужды других, мечты других, цель других, и начинаешь им помогать, чтобы мечты других стали реальностью, чтобы нужды других были восполнены, тогда ты видишь всю глубину этой, казалось бы, простой притчи Иисуса Христа о том, как Сын человеческий разделяет Агнцев и козлов. И не дай Бог, чтобы мы были слева. И все это скажут. Давайте закроем глаза и склоним головы. Я понимаю, драгоценные, что вроде бы тема с одной стороны такая немножко и шуточная, так вот, само слово козел невольно вызывает у нас гамму эмоций и чувств. Определенную, конечно. Но с другой стороны, это ведь серьезно, это ведь не шутки. Это же не просто вот. Я думаю, что Иисус недаром порой использовал такие резкие слова, козлы, порождение ехиднины, да? как бы, чтобы порой вывести нас из такого благодушного равновесия, чтобы заставить на нас посмотреть на себя по-новому. Я бы очень хотел, чтобы эта проповедь тоже помогла вам посмотреть на себя по-новому. и, если вы видите вот эти черты, то слава Богу, что вы их уже начали видеть. Это уже первый шаг на пути к совершенному агнцу. всемогущий Господь, спасибо тебе за Твое Слово, которое честно, беспрекрасно раскрывает нам, нас же самих. Твое Слово, как зеркало, в котором мы можем видеть себя. И когда мы вникаем в учение, мы вникаем и в себя. насколько Бог мы выглядим, какими мы выглядим в зеркале Твоего Слова. И если, Боже, мы видим, что у нас еще столько черт, которые относятся к злам, а не овцам, дай нам мудрости, дай нам силы любви Божьей меняться, преобразовываться Господь. Я молю, чтобы мы были честными, прежде всего сами перед собой. Тогда мы будем честными и перед Тобой, и перед окружающими. Честными. Да, Боже, мы несовершенны. Да, Бог, мы не идеальны. Но мы, забывая заднее, стремимся вперед к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Мы не считаем себя достигшими, не считаем Господь, мы еще видим в своей жизни немало этого негатива, ужасных этих неприятных черт. Я прошу, Боже, помоги нам, помоги нам, помоги нам, Господи, избавиться от этих неприятных черт. помоги, Господи, во имя Иисуса Христа. Коснись, Боже, наших сердец. Мы уповаем не на свою силу, но на силу Духа Святого. И мы просто, Боже, даем свободу Духа Святой, наполни нас и преобразуй нас. Мы открываем перед Твоей свою душу, свое сердце. Дух Святой, пускай Твоя, Твой поток, Твоя чистая вода омывает нас, очищает нас во имя Иисуса Христа. Делает нас белее снега. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Возьми руку ближнего своего. Господи, помоги нам исцелиться от этого превозношения эгоизма, когда мы видим только себя и свои нужды, и свои проблемы, свои желания, свои мечты. Бог же, помоги нам преодолевать это, эту гордость, эту гордыню. только так мы сможем соединиться друг с другом, не чтобы использовать друг друга, а чтобы служить друг другу. Не чтобы возвышаться друг над другом, а чтобы любить друг друга, служить друг другу, помогать друг другу, быть благословением друг для друга, как Ты, великий огнец Божий, стал благословением для всех нас. Халлелуя! Сураламанды Клей! Благослови Иисус! Благослови Иисус! Халлелуя! Боже, мы жаждем, чтобы мы были настоящей церковью, не просто организацией человеческой, которая себя называет великими именами, а настоящей церковью, по сути, настоящим телом Христа, где каждый ощущает себя важным, но признает важными все другие части тела. Мы, как клеточки в большом организме, в церкви, в собрании святых. Я молю Тебя, Господи, благослови, чтобы мы были настоящими. Да, мы несовершенны, но мы настоящие. когда мы видим неугодные для Тебя вещи, Боже, мы жаждем изменяться, преобразовываться, Господь. Мы не хотим быть такими, какими есть сейчас. Мы стремимся вперед к совершенству агнца Божьего. Мы хотим быть такими, как Ты, Иисус, чтобы Ты воплотился в нас и преобразовывал нас в Твой славный образ, Господь. омой нас и спасибо Тебе за драгоценную кровь, Иисус, спасибо Тебе за Твою кровь, которая омывает нас, за силу в Твоей крови, которая помогает нам побеждать грех, гордость, эгоизм, манипуляции, наглость, хамство. Помоги, Господи. Аллилуйя, Иисус.